Ну самый крепкий домик был построен из чего? Конечно же каменный домик. Трогаем. Что такое камень? Особая книга «Трогать руками можно» – это одна из инклюзивных практик в Севастополе для детей с нарушениями зрения. В этом году она посвящена сказке. Увидеть сложно, прочувствовать можно. Книги, сделанные руками из разнофактурных материалов, знакомят с предметами окружающего мира. Живо, тактильно, образно. И таких в этом году сделано больше десятка. Когда говорим мы об совместной деятельности, вот, пожалуйста, два ребёнка могут одновременно читать одну и ту же книгу. Она яркая, она безопасная, она учитывает особенности восприятия незрячего ребёнка. Она интересная, мы хотели заинтересовать. Эта книга принимает участие в конкурсе, который проводится в рамках инклюзивного форума. Участники, а это медики, педагоги, сотрудники судзащиты, обсуждают проблемы адаптации людей с ограниченными возможностями в социуме. Делятся уже имеющимся опытом и наработками, появившимися в последнее время. Мы привлекли коллег из Германии, из Франции, из Сербии, из Свердловской области, из Челябинской, Самарской. В общем, география, форма очень большая, и с каждым годом она развивается, меняется. Мы на форуме показываем лучшие инклюзивные практики, которые собраны в России. Важно это, потому что мы живем, во-первых, в этом мире, мы должны учиться общаться друг с другом. Есть общая статистика, что людей с инвалидностью в обществе от 10 до 15%. В Севастополе работают разнообразные проекты по инклюзии. Для слабовидящих их более 15. Так, на базе региональной информационно-библиотечной системы функционирует Центр инклюзивной культуры медицинских знаний. В отделе для слабовидящих и незрячих есть специально оборудованные места, говорящие книги, стационарный видеоувеличитель, тифлооборудование и все необходимое, чтобы люди с инвалидностью имели равные возможности по доступу к информации и обучению. На этой же площадке для них проводят различные мероприятия. Это информационные, лекционные мероприятия, это различные мастер-классы, тренинги, которые позволяли людям с ОВЗ включаться в какие-то культурные, информационные, просветительские наши проекты. Инклюзия также входит и в систему образования Севастополя. В обычных школах создают специальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Департамент образования и науки города Севастополя идет всегда навстречу тем родителям, которые желают обучать детей в форме инклюзивного образования. В настоящее время в 49 школах осуществляется обучение в форме инклюзивного образования. Инклюзия в первую очередь это равенство. Это когда школа не закрывает двери перед родителями и детьми с особенностями, а пытается помочь. В нашей школе в каждой параллели есть инклюзивный класс. Это порядка 40 ребят, которые нуждаются в особых образовательных потребностях. В классе учатся как отличники, так и ребята, которые среднему усваивают материал. Так и особые дети, которые учатся по своей программе. Она адаптированная и учитель оценивает ребят с учетом состояния их здоровья. Инклюзивные практики помогают людям с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в обществе, получать знания и образование, облегчают им жизнь. Инклюзия – это показатель развития общества, его человечности, толерантности и милосердия. Ирина Варова, Андрей Тымчук, Новости Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова